Здравствуйте! Это вновь с вами рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня в гостях у нас Иван Конгаров, руководитель Управления Федеральной Службы Судебных Приставов России по Республике Хакасия. Здравствуйте! Здравствуйте! Лето не за горами. В преддверии сезона отпусков. Какая работа проводится с должниками? Есть у нас люди, рискующие остаться без отпусков за границей? Совершенно верно. Мы в преддверии отпусков активизировали такую меру понуждения, как ограничение в праве выезда должников за проделы Российской Федерации. То есть уже практически 4 тысячи должников Республики Хакасия не смогут выехать в этом году отдохнуть. Конечно, если не оплатят, то они смогут посетить на отдыхе, то есть места на отдыхе. Ну а вообще, каким образом люди могут узнать, проверить, должны они, не должны что-то кому-то? Можно, конечно, и прийти в Службы Судебных Приставов по месту проживания. Ну а самым, наверное, простым способом это зайти на наш официальный сайт. Уже вот этот сайт у нас обновился. Выбрать сервис, в сервисе выбрать, соответственно, банк данных и выбрать, если по юридическим и по физическим лицам. Ну, соответственно, набрав фамилии, имя, отчество, соответственно, вы можете узнать о своих долгах, о долгах своих близких, родственников, друзьях. Может, даже и с кем просто собираетесь, например, какой-то организовать бизнес или что-то купить. Перед тем, как, например, те же самые поставить пластиковые окна или какую-то, оказать услугу, наберите на нашем сайте название фирмы и увидите, стоит ли с этой фирмой связываться. Ну а почему же у нас так получается, что люди не всегда знают о своих долгах? Ну, тут, наверное, берем, наверное, самый простой момент, это когда должник является автолюбителем или автовладельцем. Соответственно, проезжая под видеофиксацию, видеофиксация фиксирует нарушение правил дорожного движения, и, соответственно, постановление не всегда о возбуждении вот этого производства попадает правонарушителю. По ряду многих причинам, это может быть даже банально, он зарегистрирован в одном месте, да, а фактически проживает в другом месте. Но это не будем выдаваться в подробности. В итоге вот это постановление, оно попадает в те же определенное время к нам. Мы возбуждаем исполненное производство, и вот электроника таким образом работает, что копия постановления возбуждения исполненного производства еще не дошло до должника, а у нас электроника сработала, выявила постановление, прощение, счета в банке и уже наложила арест на эти денежные средства. Это такие вот реалии современной жизни, поэтому были вопросы о законности нашей деятельности в данном плане. Ну, вот в конце 2015 года плену Верховного суда номер 50 разъяснилось, что служба судно-перестатов имеет таким образом право арестовывать денежные средства, находящиеся на счете должника. Ну, и все же, вот изменения в статистике в связи с экономическими изменениями в стране, они вот у вас присутствуют? Да, совершенно верно. Сейчас вот что составляет основу ваших исполнительных производств? Как и ранее, административные штрафы ГИБДД – это, наверное, основной такой вот сегмент остатка наших исполненных производств, находящихся на исполнении. Это примерно 30-40%. Остальные – это у нас те же самые налоги, госпошлины. Практически структура-то не изменилась, само количество изменилось. Мы на 10% больше возбудили исполненный производств, чем в прошлом году. То есть, соответственно, это сейчас уже у нас находится на исполнении 192 тысячи, соответственно. Вот, представляете, это какое количество. Если мы вычтем с этой цифры количество в отношении юридических лиц, это около 10 тысяч. Получается, 182 тысячи – это как раз в отношении физических лиц. Ну, это получается практически каждый третий житель республики у нас кому-то что-то должен. Ну, берем 600, да, у нас, соответственно. Ну, да, каждый третий. Таким вот образом у нас обстоят дела. Ну, а вообще по банковским производствам? Сейчас, говорят, очень высок процент неплательщиков именно в банке по различным кредитам. Вы это ощущаете на себе? Да, там, по-моему, у нас возбуждение уже в количестве стало больше на процентов, наверное, 20, не на 10, а вот именно на 20% вот в этом секторе. Это примерно около 20 тысяч теперь таких долгов. Ну, просто суммы, конечно, там колоссальные, поэтому сумма у нас к взысканию увеличилась. Сейчас это практически 11 миллиардов, поэтому… 11 миллиардов – это должны наши жители республики? Да, это в целом. Это и жители, и юридические фирмы, да. Это общее количество, подлежащие к взысканию. Ну, а вообще какую работу вы проводите с должниками и насколько эффективна она получается? Ну, вот если у нас федеральный закон будет выполнен в производстве, мы можем получать справки, мы можем обращать взыскание на денежные средства, в том числе и на расчетном счете, который находится, в том числе электронным способом. Мы можем арестовывать имущество, оценивать, реализовывать, ограничивать в правах, в том числе, ну, право выезда за пределы Российской Федерации, ограничить в праве управления транспортным средством. Кстати, уже у нас больше ста, ста десяти даже должников ограничены в настоящее время в праве управлять транспортным средством. И такое количество, это уже под шесть тысяч. То есть, соответственно, мы потихоньку планомерно ведем, как бы сказать, вот это новшество к применению. Стараемся пока не массово, как сказать, взять и огульно всех ограничить, которые вот подходят. Это, опять же, повторюсь, около шести тысяч. Мы ограничиваем, кто-то обжалует наши действия, да, кто-то, соответственно, перестает, как сказать, заниматься обжалованием, пойдет и оплачивает, да, соответственно. Мы бы больше ограничили, но вот люди в большинстве своем, получив постановление об ограничении в правах управлять транспортным средством, в основном они оплачивают. Я думаю, что это очень хорошее воздействие, да, и думаю, что эффективное. Также мы можем вселять, выселять. Вселять мы, конечно же, взыскатели, а выселяем мы и жилье от должников. У всех бывают жизненные трудности. А случается так, что приходится вам идти навстречу людям? Может, какие-то суммы разбивать частями, там еще что-то? Ну, значит, когда мы видим тяжелую ситуацию у должника, мы консультируем о его правах. Он может обратиться в суд, как сказать, предоставить информацию о его тяжелом финансовом положении или там о тяжелом положении здоровья, соответственно. Суд при рассмотрении на счете все его обстоятельства и в большинстве случаев так вот по практике дается рассрочка, отсрочка плачежа, соответственно. Есть такое вот понятие, как исполнительный сбор. Это похоже на штрафную санкцию, как вот судейный пристав возбуждения исполнительного производства, значит, дает 5 единый срок для добровольного исполнения, но должник по тем или иным причинам не выполняет, не гасит долг, соответственно, не выполняет требования решения суда. И возникает ответственность в виде исполнительного сбора, 70% сбор, так называемый. И не всегда должники могут даже и этот исполнительный сбор выплатить. И опять же мы подсказываем, должник идет в суд, рассказывает или доказывает то, что он не мог он оплатить, и суды уменьшают этот исполнительный сбор или вообще, как сказать, освобождают от его выплаты. Еще одно из направлений работы вашей службы – это обеспечение порядка в судах. Как должны вообще себя люди там вести в зале заседания? Да, совершенно верно. Это вот у нас есть судебный приступ по обеспечению установленного порядка деятельности судов, значит, они там находятся, они обеспечивают безопасность судей, участников судебного процесса, в том числе и судебных приступов исполнителей. Значит, у них есть широкий круг полномочий, в том числе и привлечение к административной и к уголовной ответственности. И могу сказать, что за 2015 год у нас было возбуждено три уголовного дела по 318, это статья уголовного кодекса, это угроза суде, участников судебного процесса и, соответственно, оскорбление участников судебного процесса. Поэтому это у нас такое впервые, и вот хотелось бы, конечно, пользуясь вашей услугой, предупредить наших жителей республики Хакасия о том, что поведение должно быть корректным в суде, уважителем ко всем участникам процесса. Иначе что им грозит? Для начала административное наказание, а потом вплоть до уголовной ответственности. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Иван Конгаров, руководитель управления службы судебных приставов России по республике Хакасия. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok